Это рабочий Иван с автомой. Присмотритесь к нему. Отчего же он в шоке? Отчего его шланг так обильно течёт? На Азино 777 сорвал он джекпот. А это стриптизоработница НАТО. Мужчина она любит азартных, богатых. В гости она сегодня придёт к Ивану, который сорвал джекпот. И Ваня, стриптизоработница НАТО, уедут на тачке богатой куда-то. И так повезёт в этой жизни лишь тем, кто шпилит на Азино 777. А это лицензия, что есть на сайте. Так что не бойтесь, а просто играйте. Здесь бонусов куча и каждому шанс выиграть крупную сумму за раз. Фильм снят по мотивам книги Андреа Бомберски, которая рассказывает о его борьбе за правду. Найди сайт Азино 777 и получи 777 рублей на игровой счёт. Да? Открывайте. Мелус, 2009 год. В сторону, сэр, полиция. Встаньте здесь. Здравствуйте, месье Бомберски? Да. Вы признаёте, что вам звонил Борис Мелевский? Да. Комиссар? Да. Смотрите, что нашёл. Ваше? Да. Сколько? 20 тысяч евро. Это незаконно? Месье Бомберски, сейчас 7 утра, вы арестованы. За что? Я могу ответить на все вопросы. Вы знаете, за что. Наденьте куртку, сэр. Вы арестованы. Можете связаться с родственниками, вызвать врача или адвоката, решать, отвечать на вопросы или хранить молчание. В фильме снимались Дэни Лютой, Себастьян Кох, Мария Жозек Росс и другие. Вас обвиняют в похищении, нападении, а также в сговоре с преступниками. Вы будете находиться под судебным надзором и под стражей. Брать правосудие в свои руки, месье Бомберски, это преступление. Я никогда не собирался брать закон в свои руки, мадам. Я всего лишь боролся с трусостью французского правосудия. От имени моей дочери. Марокко, 1974 год. Эзиз, мы не можем это подтвердить. Тут больше на 6800 дирхам. Пусть пойдет в убыль и убытки. Не знаю, откуда они. Для баланса в 20 миллионов, я подумал... Что ж, я плачу тебе, чтобы ты считал, а не думал. Посмотри еще раз. До завтра. До завтра. До завтра. Привет, солнышко. Знаешь, что у нас был спектакль? Да, ну и как тебе? Понравилось? Да. Ты доволен? Ты его пропустил. Да, прости, у меня было много работы. Увидимся позже, милый. Привет, солнышко. Понравился спектакль? Да. Да? Смотри, что я выиграла в лотерею. Какие красивые. Прости, завалили работы. Ну, как все прошло? Хорошо? Великолепно. Но не переживайте, все здесь. Познакомься с доктором Крамбахом. Папой Леной. Она в одном классе с Калинкой. А, да-да-да-да, они очень дружат. Да, они отлично ладят. Лена обожает Калинку. Дитр пригласил детей в гости в эту среду. Разве их на прошлой неделе приглашали? Скажи, твоя папа. Мессия, если вам это не в тягость. Вовсе нет. Мне намного проще, когда они вчетвером. В таком случае, я согласен. Большое спасибо. Спасибо, папа. Не за что, солнышко. Калин! О, как здорово! Здравствуйте. Здравствуйте. Они такие милые, да? Так хорошо ладят. Да, это так. Они почти не ссорятся. Кстати, вы послушали пластинку, что я давал? Простите, я потом отдам ее вам. Да нет, я не про это спрашиваю. Я хотел узнать, понравилась ли она вам. Очень. Просто великолепно, великолепно. Правда? Да. Тогда, если вам понравился Лэн Грин, должен понравиться и Фортвенглер. Его версия неподражаема. Уверен, вам очень понравится. Спасибо. Первую я попозже верну. Нет, все хорошо. Можете слушать обе. Нет, меня не будет следующие две недели. Мы уезжаем кататься на лыжах в Буэблан. Вот как? Да. Когда уезжайте? В воскресенье. Слушайте, не хочу настаивать, но... Мои дети обожают лыжи. Мы часто ездим. И если хотите, чтобы мы встретились на курорте, позвоните мне один раз. Я все пойму. Договорились? Так, мне задавать первый вопрос? Да. Это домашнее животное? Нет. У него есть перья, шерсть или чешуя? Перья и шерсть, папа. Перья и шерсть. Так не бывает. Такого не бывает. Перья и шерсть. Осторожно. Все нормально? Они в порядке. Калинка. Калинка. Пьер. Милый, все хорошо? Да. Калинка. Дорогая, ответь папе. Ответь папе, Калинка. У нее кровь. Отойдите. Отойдите, отойдите, пожалуйста. Дорогая, поговори с папой, солнышко. Калинка. Ответь, ответь. Калинка. Дорогая, дорогая, ответь мне. Что случилось? Я свернул, чтобы не столкнуться с машиной. Калинка, слышишь меня? Калинка. Калинка. Я знаю, здесь больница недалеко. Мам, что с ней? Не смотри, милый. Вот так. Полегче, хорошо. Хорошо. Да, входите. Доброе утро. Привет. Как она? Намного лучше. Она хорошо поспала. Доброе утро, мадемуазель. В какой руке? Левой или правой? В левой. Держи. Спасибо. Это даст тебе энергии. Там полно железа. Но не ешь всё сразу. Я говорил с врачом. Всё в порядке. Сможете забрать её завтра? Большое вам спасибо. Спасибо за всё, что вы сделали. Бросьте. Это самое меньшее, что я смог. Вот. Спасибо. Увидимся. Увидимся. Я не могу. Месье Боммерски, обыщите его и отведите в камеру. Месье, положите свои личные вещи в эту коробку. Часы, ремень. Повернитесь. Заходите. Спасибо. Детишки. Папа дома. Папа. Привет, зайчики. О, вы съели все тефтели. Молодцы. Я получила пятёрку за стих. Правда? Вот умница. Солнышко, ты молодец. А вы не знаете, где мама? В теннисном клубе коктейльная вечеринка. Ах, да, точно. Я и забыл. А, Фатна, ты не видела, куда я одел свою оранжевую папку? Не могу найти. Нет, простите, сэр, не видела. Пойду поищу. Так, съешьте всё, а я скоро приду. Давайте, ешьте. Учим немецкий. Учим немецкий. Учим немецкий. И давно это продолжается? Несколько недель. Началось после аварии. Я пыталась устоять, клянусь. Но он продолжал ухаживать, а тебя никогда нет рядом. Любишь его? Если ты не счастлива со мной, нам надо развестись. Нет. Моё место рядом с тобой и с детьми. Не будем ничего менять. Я перестану с ним видеться. Мы не можем оставаться здесь рядом с ним. Это невозможно после всего этого. Нет. Пойду узнаю по поводу вещей. Дети, идёмте со мной. Выходите. Выходите и разомните ноги. Добрый день, господа. Что ты тут делаешь? Уходи, он тебя увидит. Не хочу, чтобы ты уезжала. Уходи, прошу тебя. Давайте, дети. Пойдём. Дети, идёмте. Попрощайтесь с Марокко. Прощай, Марокко. Прощай, Марокко. Прощай, Марокко. Прощай, Марокко. Прощай. Андре сказал, ты ищешь работу? Даже лучше. Уже нашла. Правда? И кем? Продавцом в агентстве недвижимости. Замечательно. И где? В Ницце. В Ницце? Чего так далеко? Потому что там у них главный офис. И пока я на испытательном сроке, если все будет хорошо, мне доверят управлять новым агентством здесь. Поэтому они меня и взяли. Очень неплохо для первой работы. Молодец. А как вы будете справляться с детьми? Ну, я здесь, и у нас отличная няля. Да и это ненадолго. Давайте, давайте, а то опоздаем. Мы поехали. Будь осторожна за рулем. Не переживай, я позвоню вечером. Хорошо. Пока, мама. Вы мои сладкие. Я люблю тебя до неба. Вы торопитесь, а то в школу опоздаете. Идите. Пока, пап. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать. Кромбах. Здравствуйте, вы месье Кромбах? Да. Я месье Финкель, судебный пристав. Уполномочен месье Бомберски установить супружескую измену. Позвольте войти? Нет. Я исполняю судебный приказ, месье. Не заставляйте меня вызывать полицию. Простите. Добрый день. Вы мадам Бомберски? Да. Извините, но я здесь для установления супружеской неверности. Все очень просто. Вы признаете, что провели ночь с месье Кромбахом? Да. Хорошо. Могу я увидеть ваше удостоверение личности? Ваша тоже месье. Мадам. Спасибо. Прошу вас, присаживайтесь. Вот судебный приказ, ознакомьтесь. Восемь лет спустя. 1982 год. А разве тут немало места для архива? Вовсе нет, когда разместим все на полках, будет отлично. Да, господа, лучше уже начать с ремонтом. Месье Бомберски переедет в новый офис в конце августа. Без проблем, все будет готово. Если только краску успеем вовремя заказать. Я еще не уверен. Мне бы хотелось посоветоваться. Хорошо. Спасибо, господа. Увидимся на следующей неделе. Позвоним, как месье Бомберски определится. Хорошо. Договорились. Договорились. До свидания. Спасибо. Так, месье Бомберски, ваши цвета. Не знаю, я никак не определюсь между бледно-бежевым и вот таким, более золотистым. Он напоминает мне о пляжах Осиле. Дети уехали к матери в Германию, и я подумал, что мы заслужили небольшой отдых. Да. Не валяйтесь на солнце, занимайтесь спортом. Ладно, папа. Вот. И старайтесь заниматься каждый день. Я не думаю, что ваши мозги будут там много напрягаться. Ну да. Но это каникулы, отдых от школы, так что повеселитесь. Спасибо. Пока, сынок. Пока. Хорошо. Пока, папа. Хороших каникул. Да, тебе тоже. Здравствуйте. Здравствуйте, дети, я провожу вас. Хорошо. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И я отвечу. Продолжение следует... Продолжение следует... Да, сейчас. Это Дэнни. Да. Что? Что произошло? Что такое, Андре? Что случилось? Что случилось? Что случилось? Что случилось? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я перепробовал все, чтобы реанимировать ее Сначала массаж сердца Потом уколы, чтобы запустить ей сердце Но было слишком поздно Поверьте, я сделал все, правда А от чего она умерла? Не знаю Может, это солнечный удар? В тот день было очень жарко И Калинка провела весь день у бассейна? Да, правда После бассейна она почувствовала себя нехорошо Ночью она вставала Сказала мне, что у нее болит голова И попросила дать ей снотворное И отдал ей таблетку Ты еще говорил об аварии, помнишь? Да, это возможно Даже спустя годы последствия могут стать фатальными Но после вскрытия все будет ясно Вскрытие? Это стандартная процедура при вывозе тела за границу Во имя Отца и Сына, и Святого Духа Аминь Сына, и Святого Духа Сына, и Святого Духа Думаешь, она принимала наркотики? Калинка? Не знаю Нет, не думаю А чего ты спрашиваешь? Может, передозировка Я еще не получил результата вскрытия Это нормально? Не знаю, должен был уже получить Когда ты их отправила? Не знаю, не помню Когда ты меня просил? Ты отправил их домой или в офис? Не знаю, говорю же, не помню Ну, отправь еще раз Отправь мне заверенную копию домой, хорошо? Вот здесь Пожалуйста Спасибо, хорошего дня Пока, Жорж, спасибо Здравствуйте, мисси Бомберски Спасибо вам за помощь Но вы могли бы отправить все по почте Нет, я хотел поговорить с вами лично Какая-то проблема? Я не врач, я лишь перевел текст Заходите, позвольте объяснить Тело Калинки Бомберски Лежит на столе на спине Она одета в ночную рубашку Одежду срезает И убирает На месте сгиба в локте на правой руке Гематома, похожая на след от укола По словам отчима жертвы Он сделал ей инъекцию глюканата натрия С железом вечером Так как она говорила, что плохо загорает Однако, применение железосодержащих веществ Для улучшения загара Является методом, не помогающим В достижении необходимых целей Далее, доктор Крамбах также заявил Что на следующее утро он внутривенно Ввел ей карамин, новодигал и изоптин В качестве реанимационных мер Использование таких препаратов Кажется странным и абсурдным Учитывая то, что смерть произошла Между тремя и четырьмя часа утра Снимаем трусики Раздвигаем ноги И видим сантиметровый разрыв На правой и малой половой губе Присутствует немного крови Во влагалище обнаружено вязкое беловатое Или серо-зеленоватое вещество С неприятным запахом В результате этого вскрытия Мы не можем четко установить Причину смерти То, что обычно называют техникой Верхова На самом деле является техникой Гона Которую великолепно описал Луи Орсе Это техника поэтапного удаления Внутренних органов Это невероятно Что? Это вскрытие У девочки такого возраста В первую очередь должны были проверить Сексуальную активность Они этого не сделали А почему? Не знаю Без дальнейшего анализа немецких материалов Точно сказать нельзя Просто скажите мне Ваше честное мнение Вот и все Если вы настаиваете, я скажу Я считаю, что имел место половой акт Который может иметь отношение К смерти вашей дочери И как, по-вашему, мне стоит поступить? Хотите советами, сей Бомберски? Вы хотите узнать правду Но она может быть невыносимой Предлагаю сжечь эти документы И забыть об этом Это причинит вам только боль Линдау, Германия Что ты тут делаешь? Нам надо поговорить Пойдем Ты знала, что вскрытие потребовало провести полиция? Нет Ты читала его? Я не могу, Андре Я перевел его И это ужасно Что ужасно? Халатность при вскрытии Что это за инъекция, которую сделала ей Кромбах в ночь Когда она умерла? Ничего Это чтобы она лучше загорала Вот и все Ты пришел, чтобы это сказать? Нет Они нашли Вязкое вещество в ее влагалище Возможно, Калинку изнасиловали Что? Кто? Она была дома весь вечер Андре Что привело тебя сюда? Почему ты был при вскрытии? Прости? В отчете говорится, что ты присутствовал на вскрытии Я врач Я хотел убедиться, что... А твоя нелепая попытка реанимировать ее в то утро Я же объяснял Я перепробовал все Все, что ты сделал, это полный абсурд Это все есть в отчете Да, это правда, ты прав Я запаниковал Вжец, что ты с ней сделал Он ничего не сделал Калинка была мне как дочь Я бы никогда ей не навредил Я тебе не верю Однажды я узнаю Что ты сделал с моей дочерью Я нанял адвоката в Германии Чтобы дело снова открыли А ты, ты знай И найди Пьера Больше здесь не будет никогда Год спустя Центральный суд Мюнхена 1983 год Месье Бомберски требует проведения более подробного изучения половых органов Для установления факта того, имело ли место изнасилование Если следователь не потребовал этого, значит, в этом не было необходимости Просто невероятно, что по делу о смерти по непонятной причине Не были произведены нужные проверки Мы просим немедленно пересмотреть решение суда в Кэмптоне о закрытии дела А также начать расследование, в процессе которого изучат все улики Включая возможность изнасилования и убийства Ведь прежде их даже не рассматривали Мне жаль, но в деле нет улик по существу Нет улик по существу, да потому их и нет Потому что вы защищаете убийцу, это позор, месье Не надо, пойдемте Ну и что теперь делать? Рокурор ясно выразился Дело точно закрыто, без возможности апелляции Я ничего не могу сделать Мои самые искренние извинения Я остаюсь в вашем распоряжении Позвоните, если понадоблюсь Всего доброго, до свидания Дамы и господа, знаете, что в Линдау живет преступник Доктор Дитер Крамбах В пятницу, 9 июля 1982 года В своем доме он убил мою чудесную дочку Калинку И несмотря на наличие улик, изнасилования даже и не рассматривалось Почему? Почему немецкие суды закрывали это дело дважды? Кто выступает в защиту славного доктора Крамбаха? Я требую того, чтобы свершилось правосудие А также была установлена точная причина смерти моей дочери Убийца Калинки должен понести наказание Я договорился о вашем освобождении Но вас обвиняют в общественных беспорядках, оскорблениях В неуважении к суду и клевете на Крамбаха Отлично, теперь мы откроем дело И вам светит тюремное заключение и большой штраф? Советую вам немедленно покинуть Германию И никогда больше не приезжать Я серьезно Здравствуйте, месье Бомбирский Здравствуйте, Вилен, как дела? Хорошо Если у вас есть время, у меня есть работа для вас Отправьте эти бумаги всем жителям этой области Все адреса в справочнике Вот Всем? Да, да, всем, да Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Я изучил Уголовный процессуальный кодекс И узнал, что можно обратиться в Верховный суд По преступлениям против французов за границей Я хочу подать в судно Крамбаха за изнасилование И преднамеренное убийство И попросить вас вести это дело Почему меня? Потому что мне известно, что международные дела вас не пугают Месье Бомбирский Как я уже объяснил вам по телефону Я адвокат особого типа Я работаю один, без партнеров И даже помощника нет Я помогу вам Мне просто нужен совет Я составил черновой вариант жалобы Месье Бомбирский Я прошу вас Помогите мне, чтобы убийство моей дочери не осталось безнаказанным Парижский Верховный суд, 1985 год Как вы знаете, месье Крамбах отказался давать показания во Франции Но согласился на допрос с немецким судьей И? В конце концов, он отказался давать показания Сославшись на свое право хранить молчание Здорово, целый год работы И все ради такого В то время как молчание Крамбаха объяснимо Мне непонятно, почему мать Калинки тоже отказалась от дачи показаний Как вы можете объяснить ее отношение? Ее молчание о темной стороне месье Крамбаха? К сожалению, нам так и не удалось рационально поговорить об этом Так что... Ваша честь, чтобы сдвинуть дело с мертвой точки Нам следует конкретизировать улики А для этого нам необходимо доказать, что Калинка была изнасилована Эксгумация тела Калинки Бомбирския На туловище присутствует разрез, след от проведенной аутопсии Изучение области таза и промежности показало, что внешние половые органы были удалены Область таза пуста, без каких-либо остатков Все половые органы, внешние и внутренние, полностью удалены Половых органов нет Я уверен, что это Крамбах Он был на вскрытии Ему удалось тереть все следы своего изнасилования Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Хорошо У меня хорошие новости Я наконец-то договорился с судом в Кэмптоне, чтобы они прислали нам образцы с первой аутопсией Калинки Но когда? Сказать не могу, надеюсь, скоро И когда мы их получим, я запрошу новую экспертизу В результате новой экспертизы, проведенной по требованию судьи, стало более ясно, что произошло ночью 10 июля 1982 года Калинка, скорее всего, умерла от синдрома Мендельсона Это значит, произошел сбой в работе над гортанником, который не дает пище попасть в дыхательные пути И она подавилась рвотными массами Такое может случиться только в глубокой коме или во время шока Это говорит о том, что ваша дочь впала в кому из-за инъекции Проблема в том, что мы не знаем, что это за инъекция 1990 год Привет, Пьер, хорошо провел выходные? Ну да, неплохо Ты часто видишься с мамой? Она каждый раз приезжает из Германии? Не знаю, она не говорила Они развелись, не так ли? У меня дела, ей вставать рано Нет, мне надо знать, Пьер, это важно Она вернулась во Францию, живет у бабушки Да понятия не имею Может, сам у нее спросишь, а? Сами разбирайтесь, достали уже Пьер! Отвали! Поскольку все это вроде как указывает на то, что во всем виноват месье Крамбах Что мешает вам сделать так, чтобы он предстал перед судом? Вы уверены, что мать Калинки живет по этому адресу? Да, я уверен Добрый день, месье Пожалуйста, садитесь Как вам известно, месье Бомберский желает выяснить обстоятельства смерти вашей дочери И мы бы хотели получить ваши ответы на его вопросы Прошу, месье Бомберский, задавайте вопросы Да, мне бы хотелось знать, почему, когда Калинка умерла, вы с Крамбахом не рассказали мне об инъекции железа, которую он ей сделал Это неправда Когда Андре приехал увидеть тело Калинки, Дитер сказал ему Нет, нет, он не сказал об этом, я узнал об этом лишь из отчета о вскрытии Почему вы отказались, как и месье Крамбах, давать показания французским властям? Дитер сказал, что его адвокат не советовал этого делать Кажется странным, когда мать избегает расследования смерти ее дочери Я отказалась давать показания, потому что уже не могла переносить болезненные отношения бывшего мужа и его обвинения в изнасиловании и убийстве Скажи честно, Крамбах угрожал тебе? Мне никто не угрожал, только ты Тогда почему вы развелись? Я ушла от него по причинам, не имеющим никакого отношения к смерти моей дочери Я ему полностью доверяю Это все просто твоя месть Мисс Дитеру за то, что он украл у тебя жену Ты просто все придумываешь Нет, я ничего не придумываю Я уверен Что ты здесь делаешь? Позвольте пригласить вас на ужин С удовольствием До завтра Как здорово У меня не день рождения По какому поводу? Смотри Что это? Спасибо Не может быть Для передачи в уголовный суд Дитер Кромбах Обвиняется в преднамеренном убийстве Когда будет суд? Он попробует выиграть время Уже подал апелляцию, но суд будет А если откажется? Суд будет без его присутствия Если вынесут приговор, немцам придется уважать международный ордер на арест Молодец, это здорово Мне нравится твоя решимость Многие бы сдались ЗНС Всем встать 1995 год Заседание суда открыто Можете садиться Слушание дела против месье Кромбаха Дитера Дата рождения 5 мая 1935 года Дрезден А зачем еще? Если не для маскировки причины смерти Месье Кромбах предпринял ложные меры По реанимации Государственный прокурор Просит суд приговорить Дитера Кромбаха За преднамеренное убийство Калинки Бомберски К 30 годам тюремного заключения Уголовный суд Парижа Приговаривает Дитера Кромбаха К 15 годам тюремного заключения Почему они сократили его приговор в два раза? Да, ему следовало бы дать 30 лет Но думаю, вы недооцениваете огромное давление со стороны немцев Во время выноса вердикта Я боялся, что его вообще могут оправдать Со всей искренностью Вы должны быть удовлетворены Не забывайте, у вас ушло 13 лет на то, чтобы этого добиться Сегодня у вас победа Обещайте, что насладитесь ею Вот, отнеси это своему дедушке А я возьму это Держи, мам Спасибо Дорогая Ну что там с этим подонгом Кромбахом? Мой адвокат пытается добиться исполнения приговора в Германии Безрезультатно Садись, папа Спасибо Послушай, Андре Не принимай это в штыки Но не думаешь ли ты, что пора остановиться? Ты сделал всё, что в человеческих возможностях И для чего всё это? Его приговорили Он ведёт обычную жизнь Я слышал, у него родился ребёнок от молодой девушки Пора бы тебе подумать о себе И, конечно, Сесиль Однажды проснёшься и поймёшь, что слишком поздно Иди потанцуй Давай Смотри, как летит время И в одном, я уверен Талинка Ни в чём бы тебя не винила Водопад Акчур Смотри, как красиво Поедем тогда завтра? Конечно Андре, простите, что беспокою вас Но я узнал, что международный ордер на Крамбаха до сих пор не был исполнен А почему он не исполнен? Высокая политика Германия применяет давление, а Франция пытается избежать дипломатического конфликта Давайте напишем в министерство Нет, нет, чтобы заново всё началось Нет, спасибо И что тогда делать? У меня есть идея Но вам надо вернуться в Париж Преступление без наказания Почему Франция защищает убийцу 14-летней девочки? Хороший шаг, молодцы И я рад сообщить, что мы получили разрешение передать ордер на Крамбаха в Интерпол Но всё равно, что это изменит Вам хорошо известно, что немцы не экстрадируют его Продолжение следует... Продолжение следует... Извините Да Вам звонок из Германии Хорошо, я отвечу не из кабинета Простите, я сейчас вернусь Спасибо Алло Месье Бомберски Да, это я Я журналист газеты Линда О'Дейли Мы встречались 15 лет назад, когда вы раздавали листовки Да, я хорошо помню Да, здравствуйте Здравствуйте Я могу задать вам несколько вопросов? А о чём? Я пишу статью о докторе Крамбахе Сколько же вам времени понадобилось? Как, вы разве не слышали? Не слышал что? Крамбаха арестовали? За изнасилование пациентки Девочке 16 лет Тебе не стоит туда ехать А если тебя арестуют? Тебе там вынесли приговор Нет, это старая история Я не буду высовываться, обещаю Да, конечно Значит, опять? Я не могу не поехать Знаю Кэмптон, Германия, 1997 год Что происходит? Женщины-активистки, они в негодовании Почему? Заявляют, Крамбах их тоже обидел Но суд их показания не принимает Всем встать Заседание суда открыто Что делает здесь этот человек? Он опасен Арестуйте его, срочно Он хочет меня убить Он вооружен, он хочет меня убить Он сумасшедший Он заплатил этой девушке, чтобы она сказала, что я ее изнасиловал Это полное безумие Сделайте же что-нибудь Проверьте, вооружен ли он Уверяю вас, он не вооружен Пройдемте со мной, пожалуйста Мисс Расскажите нам, пожалуйста О своем визите к доктору Крамбаху 11 февраля 1997 года Все началось за пару дней до этого Я пошла к доктору Крамбаху С болями в животе Ничего серьезного Но мне надо было еще прийти Сделать эндоскопию Я очень боялась этого Но доктор Крамбах сказал Не бойся, я сделаю тебе укол И он сделал Что было дальше, я вспомнить не могу А когда я проснулась Я совсем не могла пошевелиться И вдруг В комнату вошел доктор Крамбах Он закрыл дверь и подошел ко мне Он что-то сказал Потом поцеловал меня Он начал ласкать мою грудь Он изнасиловал меня Он изнасиловал меня Он изнасиловал меня Было очень больно И я не могла защититься Он изнасиловал меня Это что это, я не могу Я думаю, что это Доктор Дитер Кромбах, обвиняемый в изнасиловании беззащитного человека, приговаривается к двум годам тюремного заключения. Но поскольку обвиняемый признал свою вину и отказался от права работать по профессии, наказание заменяется на условное. Заседание суда объявляется закрытым. Чего ты хочешь? Поговорить. О чем? Знаешь, что случилось в Германии? Кромбах изнасиловал 16-летнюю девочку после инъекции. Ничего не напоминает? Дитеру не надо было никого насиловать. Он бабник, он получал всех, кого хотел, по согласию и по любви. Калинку тоже? Прекрати. Открой глаза. Один и тот же сценарий. Укол и изнасилование. Он извращенец. Ответь, почему он делал уколы только девочкам? А Пьеру никогда. Они привыкали к этому, и он мог вкалывать им что угодно. Вот видишь, опять ты начинаешь. Посмотри, кем ты стал. Старым параноиком. Калинка умерла, потому что пришло ее время. Это и так очень больно. И без твоих безумных речей. С меня хватит. Уходи. Уходи. Проваливай. Как ты можешь жить в такой лжи, Дени? Видишь, Линдау здесь. А это Бодинское озеро, граничит со Швейцарией, Австрией и Германией. Крамбах больше не может практиковать в Германии. И чтобы найти работу, ему придется пересечь границу. И? И я объеду все пограничные посты и узнаю, есть ли у них международный ордер на него. Все? Все. Это международный ордер на его арест. Будьте внимательны. Привет, я дома. Сесиль? Сесиль? Австрия, 1998 год. Господин Крамбах? Да. Прошу, пройдемте с нами. Для чего? Объясним позже. Его арестовали. В Австрии, я сообщил прокурору, его вышлют. Его арестовали. Отлично. Теперь все кончено. Ты не вернешься? Ты никогда это не отпустишь. Сесиль, отпущу, обещаю, отпущу. Я думала... Несмотря ни на что, у нас будет ребенок. Сейчас мне 40, я должна знать. У нас будет ребенок? Ты не можешь просить об этом. Ты же знаешь, это невозможно. Ты не можешь просить об этом. Директор сейчас на встрече, но я проверила. Ордер на экстрадицию отправили в Австрию. Послушайте, мадам, отправить факсы этого недостаточно. Мне надо встретиться с директором, узнать, как он будет исполнять этот запрос. Министерство юстиции, Париж. Добрый день, господа. Месье Бамберске, господин Гебо. Уверяю вас, все было сделано правильно. Сейчас мы ждем ответ от австрийцев. Может, вместо того, чтобы ждать, нам стоит связаться с ними? Уверен, немцы уже связались. Да? Да, спасибо. Это МИД. Австрия пошла на поводу у немцев. Они отпустили Крамбаха. Но это возмутительно, нужно срочно действовать. Это грубое нарушение правил экстрадиции. Австрия должна передать Крамбаха. Госпожа министр, я снова пишу по поводу скандального дела своей дочери Калинки. Когда доктора Крамбаха, наконец, арестовали в Австрии, господин премьер-министр, я выражаю свое недовольство тем, как Австрия нарушила свои обязательства. Господин президент Франции, прошу вас приказать своим министрам потребовать выдачи доктора Крамбаха с применением принудительных мер. Так, если уж так вы отвечаете, начнем все сначала. Хотите еще? Пожалуйста, вы получите еще. Уважаемый господин, у месье Бомберски снесло крышу. Ну да, конечно, снесло. Месье Бомберски, нет человека лучше. Вот, теперь вы попляшете. Я запросил документы Крамбаха из Европейского суда по правам человека. Я прочел их, и там все очень интересно. Например, адвокаты Крамбаха сообщают, что получили заверение государственного прокурора в Париже, что приговор будет отменен. Если тут речь не о конфликте между Францией и Германией. И есть еще куча примеров, не говоря уже о письмах судей, для которых я сумасшедший старый параноик. Вот, что они пишут. У месье Бомберски поехала крыша. Он прислал нам каждый документ по Крамбаху. Ими заполнены все полки в канцелярии. Да, это ужасно. Подадим на них в суд. На кого? На всех. На тех судей, которые из-за страха или некомпетенции препятствуют правосудию. Почему бы не подать на министра юстиции за плохую государственную службу? Сможете получить огромную компенсацию? К черту деньги. Я хочу ответы за их поступки. Засудить их за препятствия правосудию и коррупцию. Андре, я всегда был на вашей стороне. Но больше вы не на моей. Я знаю их, как облупленных. Они никогда не подставят друг друга. Даже если вы и правы, такой судебный иск никогда не будет удовлетворен. Не держите на меня зла, но я не стану этого делать. Простите. Я недостаточно заботился о калинке. Я был наивен и глуп. Мне не следовало верить во французское правосудие. Надо было поехать в Австрию, найти адвоката и бороться там. Простите. Не переживайте. Я говорил с колбом, он возьмет вас на тех же условиях. Но как прежде, все равно не будет. Вы же все видели. Я не могу сосредоточиться ни на работе, ни на деле. И не получается ни одно, ни другое. Срок давности скоро истечет. У меня нет права на ошибку. Но на что вы будете жить? Я раньше уйду на пенсию. Я справлюсь. Не волнуйтесь. Господин Крамбах живет в... Нет, уже не живет. Вы знаете, где доктор Крамбах? Простите, я не знаю, где он. Он здесь больше не работает. Сейчас он работает в клинике в Рюдентале. Извините, господин Бомбарский, но мы не знали, что доктору Крамбаху запрещено заниматься медициной. Мы могли бы разобраться и без участия полиции. Полиции? Доктора Крамбаха арестовали? Одна из пациенток узнала его. А вы знаете, где он сейчас? В тюрьме. Тюрьма Кэмптон, 2008 год. Папа. Я так рада тебя видеть. Ты в порядке? Пойдем. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Я подошла к окну, посмотрела на улицу и увидела трёх человек. Продолжение следует... 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 Да. Здравствуйте. Это изменило ваше мнение о смерти Калинки? Нет. Он никогда бы так не поступил с Калинкой. Готова поставить на это жизнь. Это показания двух сестер несовершеннолетних, которые познакомились с месье Крамбахом после вашего развода. Он отвез их в Англию. Когда мы приехали в отель, он сказал нам, что нам нужна инъекция железа. После этого я потеряла сознание. Странно, но моя сестра в соседнем номере тоже. Когда я очнулась, он стоял за мной без трусов. Не знаю, что он делал со мной, пока я была без сознания. Соседка, с которой он вам изменял, тоже дала показания. Она сказала, что он растворял транквилизаторы в напитке, чтобы вы заснули. И тогда они занимались сексом в гостиной, пока вы спали наверху. В свете этих показаний, вы считаете, что месье Крамбах мог дать калинке снотворное в ночь ее смерти? И вам тоже. Здравствуйте, это Франсуа Гебо. Здравствуйте, есть новости? Да, отличные новости. Крамбаха задержали. Наконец-то он предстанет перед уголовным судом. Вы можете поверить, Андре? Это заняло 30 лет. Спасибо, Франсуа. Найди сайт Азино 777 и получи 777 рублей на игровой счет. Ну вот. Я сдержал обещание никогда не сдаваться. Это борьба. Я боролся ради тебя. И несмотря на все сложности и годы жертв, я ни о чем не жалею. Сегодня тебе исполнилось бы 44. Я скучаю по тебе, дочка. В 2012 году Дитера Карамбаха приговорили к 15 годам тюремного заключения за непредумышленное убийство. Обвинение в изнасиловании было снято. Когда его апелляция была отклонена к ассоциальным судам, он подал апелляцию против Франции в Европейский суд по правам человека. Андре Бомберске получил один год условно за похищение. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА